БЛЕДЕРО! ЗАТКНИСЬ! Привет, Ярнамиты! Знаете чё? Я прошёл Бладборн почти на сто процентов, и знаете чё? Ничего, моё мнение не поменялось, но обо всём по порядку. Собственно, как я и предполагал, вопреки мнению, что для обзора игру нужно пройти на сто пятьдесят процентов и залазить вдоль и поперёк на пузе и только тогда высказывать своё мнение, и тогда что? Тогда оно изменится, типа? Вопреки этой мысли, я таки с первого захода разглядел игру, все её достоинства и недостатки, и второе прохождение с DLC не изменило общей картины. То есть можно сколько угодно нахваливать, например, кошмар охотника или ругать кого-то за то, что он не побывал в рыбацкой деревне, да? Но что, лампы от этого станут более удобными, если и такие побывать в деревне? Или чаши менее дебильными станут или, может быть, уйдут тормоза, фарм уйдёт? Такие элементы вроде ненайденных или незамеченных при первом прохождении мелочей — это вишенка на торте. Только вот если торт сам по себе несъедобный, то вишенка его не спасёт. К счастью, для Бладборна это не так, жрать этот торт вполне можно. Кстати, начну, наверное, с поправки. Некоторые писали, что, мол, Бладборн идёт Full HD, а лезвенка — это всё проблема херового сглаживания, так как расчёт идёт на телевизоры со своими встроенными улучшайзерами. Видимо, это и имели в виду те, кто говорили мне о том, что 30 pps на консоли — это не то же самое, что на компе. Ну, не знаю, если это и правда Full HD, то это самая уродливая Full HD в серии. Даже в Dark Souls 1 графика приятнее. Не в ремастере, заметьте. И это при том, что играл я на телевизоре стоимостью в половину компьютера. Но, видимо, это удел лохов, и окно уже готово принять мой телевизор и меня следом. Потому что, когда речь заходит об удобстве, истинный консольщик топит за плакунт-плей. Воткнул и игра, и ничего докупать не надо. А как касаемся нюансов, так купи телевизор тысяч так за сто, чтобы поиграть в игру 2015 года без фейспалма. А не слишком ли много чести для такой-то игры? Или замени жёсткий диск на более быстрый, чтобы загрузки были быстрее, да. Мы же для того и покупаем плойку и хвастаемся её целостностью, целостностью этой внутренней эргономики, чтоб потом заменять в ней детали, как в каком-то сраном компе, да? Кстати, по свидетельству очевидцев, на PlayStation 5 Bloodborne работает точно так же. То есть, дело всё же в оптимизации, в том числе графической. Притом, повторюсь, играть это не мешает. А в случае намокания ткани от крови даже помогает. Но это не значит, что этот факт не стоит учитывать. Ну ладно, хрен с ней с графикой. Какая задача у меня стояла при втором прохождении? Победить всех боссов, до каких дотянусь, найти все предметы, пройти DLC, посмотреть другие концовки, пройти квесты, посмотреть на NPC хотя бы. Начну с последнего. Не то, чтобы я был разочарован, но я почувствовал какую-то скуку, проходя квесты. Кстати, я теперь понимаю, откуда в Dark Souls 3 такая тенденция к неочевидности квестов. Просто в Bloodborne они некоторые, по крайней мере, ещё более неочевидны. Например, Аделина, или как её там. Перезайдите в игру три раза после скармливания ей мозговой жидкости, а потом ещё три раза любуюсь быстрыми загрузками PlayStation. Конечно, можно просто перезапускать локации, просто ходя между ними и, скажем, сном. Но обычно бегают игроки по траектории, где она не достаёт тебя диалогом. Да и расчёт как бы на смерти. То есть, тебя три раза убили на локации, и ты три раза возрождался, и на четвёртый раз услышал новый диалог персонажа. А если ты, например, не умираешь, или если пока ты умирал, ты не находил ту самую жидкость. А потом ещё нужно убить её же для того, чтобы с неё поднять её же жидкость и ей же скормить. Ну вот как до этого догадаться? Ну ладно, это ещё куда не шло. Квест с Людвигом полностью завязан на лоре, и фишка с переодеванием в церковнике уже была в оригинале, так что это очень даже интересный ход. Вальтер тоже чересчур заморочен, а главное, он хоть и предупредил об охотнике, который рыщет поблизости, а то потом пилить до него от Ернама. Хотя, по местным меркам, квест с Вальтером — это вообще, квест, очевиднее некуда. Квест с Эллен оказался одним из самых сложных, лично для меня, по крайней мере. Мало того, что мне приходилось три раза заменять сохранение, чтобы она таки выжила в схватке с Хенриком, так ещё и Ворон Кайнхёрста в соборе, тот ещё, знаешь, левестник геморроя. Я мало на каких боссах так часто умирал, как на нём. Честно говоря, только вот на нём и на кос. А самое главное, опять старая фишка Фромов — размещать квестовые события в локациях, куда на этом этапе жизни нет смысла ходить. Вот как понять, что здесь квест? Ну, можно попробовать протонуться в главный собор, и тебе скажут, что, мол, сюда пока нельзя. Это значит, там какой-то квест. Квест открывается при восходе Кровавой Луны. Вопрос — зачем мне на этом этапе игры идти в главный собор? Если по поводу блокировки кладбища и дон тебе Эйлин хотя бы сообщала, то о рыцаре ни слуху ни духу. Вот, например, в Dark Souls 3 с Хоквудом сделали так, что он присылает тебе весточку через Андре, к которому ты постоянно ходишь. Вот такой, знаете ли, бы на поток поставить. А то получается, что все квесты только по гайдам и можно проходить. И нет. Если вы не гуглили решение в интернете, а просто спросили у друга, это всё равно считается, что по гайдам. В остальном, в плане персонажей мне всё понравилось, кроме одного — их очень мало. И персонажей, и квестов. Это никогда не было центральной механикой Dark Souls, но всё же добавляло глубины миру. А беда мира Bloodborne именно в его поверхностности в том числе. В нём более понятный лор, в нём меньше загадок, особенно для тех, кто читал Lovecraftianus, который и была слизана стилистика игры. В нём меньше контента, в нём меньше механик, в нём многое упрощено. И если где-то эти упрощения встречаются радушно, то, к примеру, с персонажами могли бы расстараться. И с ковенантами, и ещё, знаете ли, с PvP. Вот не думал, что буду скучать по PvP, но в Bloodborne, оказывается, подраться с живым игроком — это целая проблема, даже по собственному желанию. Ну как так-то? Кстати, всё это касается и классов. По идее, в игре четыре классовые характеристики — сила, ловкость, кровь и тайна. Да, первые две ясно, что делают — классы ловкача и силача, пожалуйста. Вторые — ну, на них не построить классов. Ну, почти. Кровь нужна только как добавка к силе или к ловкости. Она просто увеличивает урон от стрелкового оружия и, например, Чикаги. Игра, в названии которой кровь как-то неумело обращается с этим параметром, что очень и очень странно. Я думал, что тут будет, если уж не магия, а крови, то хотя бы особые способности, как в случае с артефактами тайны. Но нет. Здесь же есть огнестрельное оружие. Можно ли пройти игру стрелком? Ну, если ты ямов — можно. Но если ты ямов, можно её пройти, убив всего лишь двух боссов. Так что это не в счёт. Другое дело — волшебник-араконист. Да, он тут есть. Здесь волшебство представлено в виде тайных артефактов, которые нужно использовать как предметы. А вместо маны здесь — пули. Да. Наверное, логичнее было бы сказать, что это просто ртуть. Что уже странно. Что это за ртутная магия такая? Да, это игровая условность, но она даже для игровой условности какая-то совсем уж глупая. Ладно, магия за ртуть. Плюс радует возможность конвертации здоровья в ртуть. Такая вот походная алхимия. Беда в том, что даже если ты играешь за бомжа без ничего, ты можешь на начальном этапе раздобыть и катализатор, и заклинание. Это речь про Dark Souls, конечно. Ну и про Demon's Souls, чего уж там. А что имеет колдун в Bloodborne? Условный колдун тут имеет ровно нихрена, чуть ли не до середины игры. А, и еще огнемет. Да, колдун с огнеметом и с нихриной в кармане, играющий чуть ли не единственным оружием, скалирующимся от тайны, фальшивым мечом Людвига. Юху, смотрите, не умрите от разнообразия геймплея. Подобие заклинаний появится еще не скоро. А чтобы стать действительно настоящим сильным магом, мутантом с головой в виде брокколи, нужно... Упс, пройти игру до конца, включая убиение сироты. Сколько боссов остается после него? У меня в этот раз оставалась только воспитательница и инвалид. И нафига собирать мага, если играть им потом не во что? Чаши? Нет, спасибо. NG+. А, скажите, на NG+, в Bloodborne появятся новые фантомы, как в Dark Souls 2? Врагов станет больше, как в Dark Souls 2? Или, может, появятся новые предметы, как в Dark Souls 2? Или некоторые сундуки станут мимиками, как в Dark Souls 2? Нет? Тогда и сюда нет. Нафиг мне такая NG+, в стиле Dark Souls 1 и 3, где вообще ничего не меняется. Итого, сколько у нас классов? Силовик, ловкач и... Ну, опять... Органист. Хорошо, ладно. Целых три. Плохо ли это? Нет, это неплохо, если рассматривать этот элемент отдельно. А отдельно не получается, потому что в Bloodborne так совсем. И во всем. Ладно, давайте о хорошем. Что там по боссам? Да, в общем-то все хорошо. Что боссы, что локации вроде Верхнего Соборного Округа меня впечатлили. И Братис хорошенько так дала просраться. Я мало каких боссов оставляю на потом, после неудачных попыток. И Братис стала одной из них. Интересная дамочка. Локация сложна и красива. Сложно именно из-за этих мерзких элитидов, слизанных как внешне, так и по способностям с привратников Латрии. А в Латрии ктулхи, как вы знаете, вот такой вышины. К слову, вот этот вот босс, который идет перед Братис. Вот эти вот маленькие карлики с большим гигантом. Ну что это за хрена та, да? Ну, впрочем, ладно. Чуть больше понравилась граница кошмара. По атмосфере она больше похожа на пик дракона, кстати. Во-первых, тут, по идее, не ночь. Хотя все равно все темное и серое. Это вообще проблема всей игры. Во-вторых, вот эти вот горки камешков, которые ломаются, когда их трогаешь. Да, понимаю, с хвост вот так себе, но по ощущениям локации чуть-чуть отличается от Ярнама и прочих, и это уже большой плюс. Но вот именно что чуть-чуть. Интересно, я бы ее все равно не назвал, в отличие от босса. Наконец-то дали не только полюбоваться на Амигдалу, но и сразиться с ней. Босс, которого нужно бить в определенную точку, что позже мутирует в Дерево, Йорма, Вальнира. Вот куда больше мне понравился замок Кайнхерст, который порой неотличим от Ариамиса снаружи. Дело в том, что и там и тут снег, и сероватая такая палитра. Да и не удивлюсь, если и текстуры те же самые. Впрочем, именно из-за белого снега локации смотрятся совсем иначе, будто бы другая цветовая гамма. На самом деле она точно такая же, как и во всей игре, но вот именно снег делает ее восприятие иной. Да и внутри все такое красивое, красно-вампирическое, обито тканями. Это если с факелом, а так-то вообще темнота, ни хрена не видно. Что тоже, кстати, контрастировать с серым Ярнамом и прочими лесами. Да и интересный босс, кстати. И враги тоже интересные. Архитектура крутая. В общем, замок прям порадовал. Безумно крутая идея со старой мастерской. Но круче всего, конечно, вышла DLC. Разумеется, понятно, чем была вдохновлена куча мусора в конце времен в Dark Souls 3. Кошмаром охотника, по которому бегают охотники и орут ОООО, БЛЯТЬ! Вообще, они имеют в виду кровь, но почему-то вот звучит, это именно как... ну, звучит как звучит, короче. Однако, если помните, что я говорил про броню в Bloodborne и Dark Souls 3, то здесь обратный случай. То есть, система брони Bloodborne по-идиотски прижилась в Dark Souls 3. А вот конец времен гораздо круче сделан, чем Кошмар Охотника, которым он вдохновлен. Чуя, что им же он и ограничил фантазию разработчиков. Мысль конца времен в том, что там смешались все эпохи государства. А в итоге мы видим лишь одни элементы Лотрика и чуть-чуть от Храма Огня Лордрана и Земляного Пика. В Кошмаре та же картина. Там воспроизведен искаженный Ярнам. Только вот искажения в основном выражаются в перекошенных зданиях и земляных насыпях в большом количестве, там, где их быть не должно. К сожалению, очень мало сюрреалистических моментов, которым, по идее, должен полниться Кошмар. Очень мало, но они есть. Поднимаемся мы, значит, на самую высокую башню, выходим через Циферблат, что уже, кстати, круто, и оказываемся на озере, где по толще воды видны башни Кошмарного Ярнама. Это реально круто сделано. И на такое ругаться язык не повернется, ведь именно так все и задумано, в отличие от Лава Озера Железной Цитадели Драксос 2. А вообще, это интересно, попадать в похожие места, где ты уже бывал, но теперь они выглядят совсем иначе. Более всего порадовала Рыбацкая деревня. Вот чисто Лавкрафтиана, будто бы в Колухтулху играю, притом в любой. Шикарно, что визуально, что геймплейно. Полно рыболюдей. И вот эти вот громадины... Это ж какой же мегамозг? Вот мозг Менсиса, не иначе. Придумал добывать оружие методом убийства двух сильнейших мобов в игре в замкнутом пространстве, до которого, чтобы добраться, нужно в лучшем случае сбежать от арабы рыболюдей, колдуна и еще одного такого же громила, а в худшем случае двух зимних фонарей. В рот мне ногу, это третье место по смертям у меня. Все ради Ракуи. Игра делала в своем репертуаре. Меч у Марии клевый. Кстати, о Марии. И в принципе о боссах. Видимо, разработчики поняли, что по контенту они сплоховали в оригинале и решили дать жару в DLC. Только так можно объяснить немало крутых вещей и локаций в нем. Ну и пять боссов. Пять боссов для одного DLC это рекорд в серии Soulsborne. До этого пальму первенства шатал Dark Souls 3 с четырьмя боссами в закольцованном городе. Правда, положа руку на сердце, неудачники и в качестве босса вообще никакущие. И нафига их было делать непонятно. Тем более, что они копируют предыдущего босса. Вот эти маленькие грибочки, один большой гриб, который бегает, тоже и херней страдает. Зато вот после них идет Леди Мария. Она считается довольно простым боссом, однако того не менее интересным. А главное, красивым. Фанаты куклы должны быть довольны, ведь именно Мария послужила прототипом для нее. Соответственно, разумнее искать фан-арты Марии, чем куклы. Если вы понимаете, о чем я. Да и имя красивое. Не зря она стала лицом DLC. Это привлекательнее, чем рожа Людвига. О, Людвиг. Как же он круто выглядит. Да и как босс он очень крутой. Я так скажу. Мой любимый босс в Бладборн. И один из лучших в серии Солсборн. Две фазы, но каждая фактически два разных босса. Не зря я не он столько слышал. Он реально крут. Правда, мне говорили, что мол, Ацейрос писан по стилю с Людвига. Вот вообще ни разу не похоже. Совершенно разный стиль боя. В первой фазе, во второй фазе. Читал даже предположения, которые, судя по тексту, не было предположением, что у Людвига и Ацейроса похожая судьба. Мол, одного лунный свет свел с ума, второй не нашел лунного света, потому и спятил. Ну, вообще-то, Ацейрос, уж извините, что не по теме, он спятил от драконьих знаний. Он не искал никакой лунный свет. А сделать лунный меч из его души можно потому, что он был аффилирован со знаниями Сита. Не менее крутым мне, кстати, показался Лоуренс. Мне о нем говорили как о скрытом боссе. Не знаю, что там такого скрытного лежит огромная махина. В описании предметов сказано, что он ищет свои останки или как-то так. По-моему, все предельно понятно. Не так страшен сам Лоуренс, как путь до него через неслабых охотников, которые матерятся, да? И Громилу, которые в кошмаре ряхуто наели. Но сложнее всего, конечно, сирота. Честно говоря, это просто нечто. Я почти всегда доводил его до состояния уже вот-вот, и всегда он меня на этом моменте просто втаптывал в грязь. Я задолбался к нему бегать, благо бегать недалеко и без препятствий это огромный плюс. Это, наверное, где-то уровень Рейма из Dark Souls 2. Босс интересный, но бесячий. Я не могу. А еще заметьте, как отдаляется камера на подходе к Марии. Да, жаль, что они не пошли дальше и не попробовали такую камеру на битве с некоторыми боссами. Вдруг зайдет. Постеснялись. Вердикт по DLC. Оно шикарное. Я бы хотел кое-где видеть его иначе, в конце концов они могут и лучше, но в целом все на высшем уровне. Я очень доволен. Чего я не могу сказать об игре в целом. Второе прохождение показалось мне заметно более скучным, несмотря на то, что я находил новые места и предметы. Чую, что без этого я вообще бы прохождение забросил. И вот только не надо мне писать про то, что это все потому, что я играл в Bloodborne после Dark Souls. Во-первых, Bloodborne и вышел после Dark Souls. Когда я еще должен был в него играть? Во-вторых, в Dark Souls хочется время от времени возвращаться, а в Bloodborne ну не очень. Игра уж больно походит на демо-версию самой себя. Возможно, условный Bloodborne 2 сделают наголову круче первой части. Сразу после того, как починят сервера Dark Souls на компе, йоккарный бабай, и надеюсь, что в Bloodborne 2 инвентарь будет не в списком, молочай мне в рот. И что этих идиотских чаш там тоже не будет. Я честно попытался пройти эти чаши и в общем-то успешно их проходил и без особых даже проблем, пока мне не надоело так, что просто выйти уже хотелось. Лоран хоть как-то радует глаз архитектурой. Ис и Птумеру копия друг друга и от них банально тошнит. В итоге я сильно пожалел, что вообще начал всем этим страдать. Чаши реально уродуют игру. Что еще можно сказать о Bloodborne? Ничего. Хорошая ли игра? Определенно. Интересный лор, крутые локации, оружие крутое, ну и все такое. Вот не было бы Dark Souls, было бы вообще идеально. Но Dark Souls есть, включая Dark Souls 2, где крутых фишек банально больше количественно. И Dark Souls 3, который вышел всего лишь через год после Bloodborne и является намного более продвинутой его копией. Не во всем, конечно, но во многом. Так что по сравнению с теными душами Бледная Кровь смотрится бледновато. Сильно на любителя. Однако, если уж вы любители, то не нужно этого стесняться. Это намного выше уровня Demon's Souls и многих других игр. Это действительно достойный и интересный проект. И я рад, что с ним ознакомился. И еще разик-другой в него обязательно вернусь. Но пока что Белерафонт вам всем, детишки. Комментарий от них тут воняет. Либрариум вот кто в ответе за это. Пора просыпаться от кошмара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok